Ну и здесь, друзья, я еще раз обращу внимание, чтобы вы понимали, потому что очень много сталкиваешься с таким, ну, особенно я там с крупными бизнесменами, там еще, так сказать, которые там, ну, подумаешь, там, ну, создали, ну, повесили вот тут какую-то кабинку, там, ну, создали какую-то истокаду, там, ну, сделали там, ну, еще что-то, так сказать, понимаете, ну, что в этом такого? То есть человек, который не понимает, что происходит, ему все равно по трудозатратам, по инженерным затратам, по интеллектуальным затратам, что здесь происходит. А я хотел бы, друзья, акцентировать ваше внимание, вы все работаете сегодня с инженерами, все работаете с инвесторами, все работаете с людьми, которые сегодня подключаются к проекту, чтобы вы понимали, в чем ценность, друзья, именно ценность вот того изображения, той фотографии, которую вы сейчас видите, где стоит 14-местный юнибус. И здесь как раз, друзья, очень многие, даже те, кто давно в проекте, они этого не понимают. Я прошу, чтобы вы отнеслись к этому серьезно, запомнили, если что, кто-то будет говорить, давайте прям выдержки на это, чтобы вы понимали, какую систему мы создаем, друзья, потому что это тоже не приходит. Особенно меня, друзья, веселит вопрос, когда говорят, а чем вы отличаетесь от, допустим, монорельса, или чем вы отличаетесь от поезда на магнитном подвесе. То есть, когда человек слышал что-то, но реально объяснить не может, или, допустим, от скоростной железной дороги ТЖВ, допустим, или там китайской скоростной дороги. Вот сейчас я вам начну, друзья, перечислять, а потом в конце задам еще один вопрос. Отличается то, что сейчас вы видите от скоростной железной дороги или от монорельса, или не отличается? Вот вы сейчас видите балку, это четыре управляющие, где находятся натянутые струны, которые дают жесткость и, соответственно, примычки, которые дают этой конструкции жесткость во всех плоскостях. Внизу сейчас вы видите на одном рельсе, то есть на одном рельсе висит сейчас Юнибус. Это 14-местный городской лифт, ну, то есть система городского лифта, которая вот на такой простой конструкции может перевозить до 500 тысяч пассажиров в сутки. 500 тысяч, друзья! Это сегодня производительность московского метро, потому что московское метро перевозит 10 миллионов, но у нее порядка 24 веток, поэтому тоже меньше 500 тысяч. Но вы представляете московское метро со всеми ее станциями, эскалаторами и ценой за один километр уже около 300 миллионов долларов. Так вот, вот эта система, это полная ее замена, полная альтернатива сегодня московского метро. А у нас вот такой небольшой рельс один и 14-местный Юнибус, соответственно, который с частотой 1,5-2 секунды может обеспечить любой пассажиропоток, который, я говорю, требуется вплоть до 500 тысяч пассажиров в сутки. Это первое. По этой же путевой структуре может перемещаться Юнибай. Он сейчас стоит рядом на другой путевой структуре, вы его все видели. Вот, соответственно, он может ехать тоже по этой легкой путевой структуре, поэтому это уже двойная система. Сейчас изготавливается уже городской Юнибус, производительность которой уже больше, чем 500 тысяч пассажиров в сутки. Это уже 24-местный. Вот, и, соответственно, он может идти уже в электронной сцепке. И мы тоже с вами это увидим на Экофесте, когда они будут, все наши подвижные составы будут ходить уже в электронной сцепке. Таким образом, друзья, это третья система, которая уже будет би-рельсовая, она будет на двух рельсах, соответственно, которая еще более мощная по противопускной способности. Теперь следующее, друзья. Вот то, что вы сейчас видите, Юнибус, он уже сейчас изготавливается в нескольких вариантах. И в грузовом варианте это уже контейнер. Причем 4 таких, соответственно, Юнибуса, это уже 20-футовый контейнер. Поэтому нам много задают вопросов, будем ли мы возить 20-футовые контейнеры. Это, друзья, глупость абсолютно, потому что сам контейнер по весу тяжелее, чем Юнибус. Зачем под него делать такое? Другое дело, что 4 таких контейнера могут вставать 20-футовый контейнер, потом вешаться под нашу путевую структуру. Это тоже таким образом будет унификация. И это может перевозить тоже до 20-30 миллионов тонн, миллионов контейнеров, друзья. Это тоже огромное количество. Это уже четвертое с вами, говорю, следующий вопрос, что эта же система может перевозить, если это будет наливная вещь, что это нефть, газ, еще что-то, то это уже, но это все грузовые перевозки. Соответственно, сегодня изготавливается, и вы тоже увидите, это 1 июля, подвижной состав, как он называется, уже Юникар, который перевозит сыпучие грузы. И он также, друзья, может идти по этой путевой структуре. Поэтому это уже пятая система, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Ну и, соответственно, сверху это бирельсовая система, то есть два рельса, на которой будет стоять скоростной юнилёт, который будет сначала развивать скорости 200-300 км в час, потом после испытаний, доведения до этих скоростей уже 300-500 км в час, что недостижимо сегодня для железной дороги. И, в принципе, максимальная скорость, которую может дать скоростной юнилёт, это до 600 км в час. Дальше Юницкий по всем расчётам скорость увеличивать смысла нет, потому что будет резкое увеличение мощности и затрат. И при этом, друзья, это совсем другие затраты для сегодня и строительства, и передачи. И вот теперь я вам задаю вопрос. Вы можете задать вопрос, что когда у вас скоростная железная дорога работает, а ещё по ней что-нибудь может ездить? Так вот, по скоростной железной дороге сегодня ничего больше ездить не может. Она эксплуатируется 8 часов, в остальное время шлифуются рельсы. Поэтому здесь, друзья, не говоря уже о грузовых перевозках или ещё каких-то сопутствующих перевозках, а у нас в одной системе и лёгкая прогулочная система индивидуальная, это юнибайки, и юнибусы в системе городского лифта, то есть когда в стоячем может 14 человек перемещаться со скоростью 150 км в час, и 24-местный юнибус, в котором уже есть и сидячие, и стоячие места, это уже система городского автобуса, который разводит тоже 150 км в час, и три разновидности грузовых, и сверху это ещё находится с скоростной дорогой, которая развивает скорость до 500 км в час, и причём вся эта, друзья, цена всей этой системы меньше, чем просто одна линия городского трамвая. Так вот, я могу сказать, это можно с чем-то сравнивать, но и это же ещё не всё, друзья. Ещё в каждом сегодня рельсе, в котором натянуты струны, выделяются специальные каналы, где находятся кабели оптикового окна, то есть это ещё и светопроводящая, то есть информационная система, и кабели для передачи напряжения, то есть это ещё и энергетические линии электропередач. И всё это, друзья, соединено в единую систему, и вы это видите своими глазами. При этом я там одним ребятам, которые были на технопарке, я говорю, вы можете представить, что идёт строительство скоростной железной дороги на 300 хотя бы километров в час, а рядом буквально в 20 метрах сажают 5000 деревьев, разбивают виноградники, делают свою ферму там по производству, много чего, это мы с вами на следующем вебинаре поговорим. И всё это, друзья, в одном месте и вот в такой экологически чистой зоне, причём полтора года назад, это был танковый полигон, где были 4-х метровые рытвины, и весь он зарос кустарником и деревьями. А сегодня это абсолютно ухоженная, чёткая территория, где строится трасса универсальная, в которой будет 6, друзья, составляющих разновидностей подвижного состава, где рядом стоит юнибайк. И, соответственно, и этот юнибус тоже может ездить по лёгкой трассе, соответственно, это унифицированная система. И там мало того, что есть пролёт 800 метров с пролётами 40 метров, соответственно, ещё и 200-400-200, это то, что показывает проход большими пролётами на больших высотах. И как раз мы прямо сразу после Экофеста начнём делать уже первый адресный проект, связанный с перевозкой леса. И там ещё будем, наверное, ещё до конца этого года, или в начале следующего, ещё и покажем 400-800-400, соответственно, пролёты, что тоже сегодня для других технических систем просто невозможно сделать и показать. И это, друзья, сейчас тот этап, который мы с вами проходим, он просто как промежуточный такой на 65-м дне до Экофеста, когда будет всё продемонстрировано, показано, на том, когда сегодня всё это готовится к демонстрации заказчикам, инвесторам, которые сейчас приходят в проект. И это, друзья, уже то, что можно сказать реальностью, то, что сегодня мы с вами сделали, и то, что мы уже как промежуточный этап, проходя мимо, идём дальше. Вот, поэтому, друзья, я хотел очень чётко сегодня сконцентрировать внимание, чтобы вы понимали, что такое и что вы увидели, чтобы понимать ценность, в чём, вот, потому что там многие деятели... Я тоже сегодня вспомнил такую поговорку, у меня бабушка была очень мудрая женщина, она ещё тоже очень любила повторять такое, что не показывает дураку незаконченную работу. И сейчас, к сожалению, у нас тот этап, когда ещё не всё закончено, когда не смонтирована до конца путевая структура, она проходит испытания, когда сегодня все узлы и агрегаты работают не в штатном режиме. Мы вынуждены кому-то это показывать, и, естественно, сегодня куча дураков начинает задавать кучу всяких дурацких вопросов. Вот, на что сегодня для всех троллей, для всех это у нас есть один ответ. Друзья, вы всё увидите, не переживайте, и ваш конец будет именно тогда, когда мы всё покажем. Поэтому всё, друзья, будет работать в штатном режиме, всё как декларировалось, и всё, так сказать, будет происходить так, как, соответственно, делал.